В Чебоксарах подвели итоги межрегионального конкурса «Моя родословная». Целый год школьники создавали генеалогические древа. Перебирали документы, выписывали факты, искали и общались с родственниками. На суд жюри были представлены более ста авторских работ. Какие тайные факты открылись юным исследователям, об этом знает моя коллега Олеся Русакова. Целый год посвятил Дмитрий Васильев изучению родственных связей. Он еще учится в седьмом классе, но уже знает историю всей своей семьи. Школьник представил четырехметровое полотно, на котором более трехсот имен ближних и дальних родственников. Главным помощником стала мама. Вместе с ней Дима собирал информацию о своих предках. Вообще семейная география у Васильевых оказалась очень широкой. Родственники по всей Чувашии, а многие ветви генеалогического древа уходят даже за границу. Выяснили, что у нас родственники живут во всех странах, и в Китае, и в Америке. У нас есть такие родственники, как Эдгар, Майкл, оказывается. Конкурс проходил в два этапа. В нем приняли участие школьники из многих районов Чувашии, а также соседних регионов Ульяновской области и Татарстана. Победителем стала ученица и Бресинской школы номер два Мария Ядрецова. Она составила родословное древо своей семьи даже не до седьмого, а до восьмого колена. Работу помогли делать мне разные люди, родственники, интернет-ресурсы, разная литература и также разная информация. Очень рада, что получила первое место. За Машу очень рада, что она дальше стимулирует ей, дальше работать, продолжить вот эту работу. Потому что она во все времена, эта работа, она очень актуальная. Но мы должны знать свои корни, потому что, зная свои корни, мы можем предугадать, что же с нами дальше будет. Вот очень актуально на сегодняшний день и во все времена. Организаторами конкурса выступили Чувашская народная академия науки и искусств, Союз чувашских краеведов, Республиканский фонд поддержки чувашской национальной культуры Сувар и редакция журнала Азамат Энт Шевле. Они лично приехали поздравить всех участников конкурса, а также поделиться своими впечатлениями о работах. Мы в журнале Азамат Шевле проводим много конкурсов, викторин по краеведению. Вот любимые чебоксары провели. Мы сейчас объявляем конкурс по чувашским богам, божествам, тоже будет в конкурсе. А этот конкурс не только викторина, а это конкурс как практическая работа. То есть эти работы, они уже готовы для участия на разных конференциях. Конкурс «Мояра» дословная завершен, но жизнь продолжается. На каждом генеалогическом древе будут появляться новые побеги. А это значит, что стать семейным летописцем никогда не поздно. Олесь Русакова, Арен Агавелян, Республика.